Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в дворце скейтвардического катания в магазине Squatboard Shop, что находится на Таганской. Если вы здесь еще не были, обязательно нужно зайти. Если вы в другом городе, покупайте скорее билет на пароход, приезжайте в столицу нашей родины Москву и первым делом перед Красной площадью, перед Октябрьской, перед Белорусской, прям вот сюда обязательно. Ну, либо просто зайдите на интернет-магазин. Сегодня разговор, правда, будет не про Москву, не про интернет-магазины, а, наверное, про одну из моих самых любимых тем, про такую легенькую ностальгию про старые добрые времена. Как вы видите, я уже не молодой, некоторые части тела уже седые, соответственно, про старые добрые времена хочется рассказывать все чаще и чаще, потому что тогда, как говорится, деревья были более зеленые, женщины были более молодые, и даже эрекция была. Ну, ладно, вырежешь, ждай это потом, Дим, спасибо. Вот. А мы сегодня будем говорить про такой замечательный бренд из Калифорнии, Pizza Skateboards, поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы, будет весело. А я пока повспоминаю про то, что было. Итак, Pizza Skateboards. Ну, вообще, скажем так, мы говорим Калифорния, сразу же подразумеваем скейтбординг или серфинг, и то же самое, что с Pizza. Ребята из Сакрамента еще в середине 2010-х годов решили сделать свой бренд. Сразу решили, что бренд будет маленький, бренд будет такой, ну, можно сказать, между собойчик, хотя, с другой стороны, какие-то у ребят деньги были, поэтому они сразу выпустили коллекцию, где было и несколько дек, и несколько вещей. Ребята были немолодые, и основное, наверное, такое вот чувство, которое вызывает вещь и пицца, это такая вот, ну, легкая ностальгия, потому что было, как я уже говорю, по 90-м, по 2000-м годам, либо просто какие-то такие вот легкие мемчики, без претензий на то, что мы делаем огромный бренд, с помощью которого мы планируем захватить весь мир. Нет, это вот та самая история, когда locals only, когда поддерживаешь своих, делаешь первым делом для своих ребят, а если это нравится кому-то еще, ну, почему бы и нет. Спится так и получилось. На вот этих самых дизайнах, которые отсылают во многом к скейтбордингу 90-х годов, где-то даже 80-х, а где-то и начало 2000-х, ребята успешно продержались больше 5 лет, что все-таки для молодой независимой компании это срок, и продолжают делать, продолжают творить. В сквате есть ряд дек этой компании. Как всегда, человек, который не очень хорошо занимается скейтбордическим катанием, я не буду говорить про тактико-технические характеристики этого дек, но немножко разберем дизайны. Первый, понятное дело, который сразу же попал, это такая вот отсылка к известному уличному бренду, одному из любимых брендов покойного Данила Багрова, Stone Island, где их известный логотип здесь переделан под пицца скейтборд компани. Вот такая интересная вещь. Второе, тоже достаточно интересная история, она во многом, кстати, отражает, почему бренд решили назвать пицца. То есть здесь мы увидим, что неприличный жест руками, картинками эмоджи, потом слово «потом» и нарисована пицца. То есть, что означает, что давай-ка, девочка, неплохо проведем время, а потом по пицце. Ну, действительно, я думаю, что для всех школьников, которые, старших школьников, может быть, студентом, что может быть лучше, чем, так сказать, старое доброе. Еще одна дека, дека абсолютно показывающая. И, кстати, отношение к пицце, ну, здесь сразу можно увидеть много отсылок. Во-первых, отсылка к тому, что это итальянская еда, хотя итальянцы, понятное дело, под пиццей понимают абсолютно, ну, во многом другую еду, отличающуюся от того, что продается на улицах в Америке. С другой стороны тоже логотип этого бренда, оформленный под оформление типичной какой-то пиццерии в Соединенных Штатах Америки. Все это, кстати, в цветах итальянского флага, тоже с таким легким отсылом к Италии. Кстати, с таким же логотипом есть еще и худи пицца, можете посмотреть на сайте, одежда там немножко есть. Одна из моих любимых, наверное, дек из коллекции, это вот такая вот, ну, здесь тоже, наверное, все понятно. Я, как человек, который очень любит какие-то старые бренды, кроссовочные бренды, естественно, сразу увидел здесь отсылку к итальянскому бренду Fila, которому, кстати, уже больше 100 лет исполнилось. Вот, здесь тем же самым шрифтом, так как еще и буквы некоторые похожи, сделали вот такую вот деку с надписью пицца. Еще одна классическая дека с отсылкой к классике 2000-х годов. Это у нас вот такая вот замечательная, не побоюсь этого слова, мужественная дека с отсылкой к бренду Fruit of the Loom. Только вместо Fruit of the Loom у нас пицца, скейтбордс, ван дек, вот такая вот интересная штука. Ну, в целом, не знаю, ностальгия очень и очень хорошая идея. И иногда, наверное, и стоит оставаться в такой небольшой компании, о чем ребята из пиццы постоянно и говорят, что мы не пытаемся там руками звезды хватать, мы делаем это для своих. То есть, с одной стороны, это и есть, с другой стороны, у них есть очень неплохая команда, у них постоянно есть какие-то части, которые показывают на канале Трэшер, с которыми тоже очень советую ознакомиться. И вот на таких вот легких отсылках к прошлому и в то же время к достаточно серьезному современному катанию. Вот. Мне это все очень близко, и поэтому, друзья, если тоже вам близки такие не суперкрупные компании, а истории больше независимые, истории больше какие-то нетипичные. Обратите внимание на эти деки, обратите внимание на бренд пицца. Вполне вероятно, что в Сквате будет скоро и больше одежды этого бренда. А с вами был Дмитрий Егоров. Приходите в этот магазин, заходите на сайт Сквата и, конечно же, занимайтесь скейтбордическим катанием. Ну и оставайтесь здоровыми. Сейчас это важно и актуально. До новых встреч! Пока!